Тише едешь, зато безопасно. Так автолюбители отзываются об участке федеральной трассы от Пуровска до Карачаева. Потрескавшиеся или просевшие плиты представляют серьезную опасность для невнимательного водителя. Впрочем, скорость ситуации изменится, уверяют специалисты предприятия «Ямалавтодор». Сейчас они ремонтируют наиболее проблемные участки. Не останется без внимания и дорога Новый Ренгой-Карачаева. Там также запланирован ремонт. Вместе со специалистами за ходом работ наблюдала и наша съемочная группа. Слово Павлу Прожогину. Участок трассы от Карачаева до Пуровска надолго запоминается каждому, кто хоть раз по нему ездил. Просевшие плиты, ямы, ухабы – набор сомнительных удовольствий протяженностью более 100 километров. Чтобы проложить курс в этом море дорожных проблем, водитель должен обладать чутьем и опытом штурмана или искать менее опасный путь. Например, по обочине. «Ужасная, отвратительная дорога. Яма на яме. Я не объехал, не кутой вообще. И развивается ремонт делать. Вот стоят, ремонт делать. Что, через одну ямочку засыпает, щепнет. Что это за ремонт?» «Знаки стоят по ремонту. А ремонт это не производится. Только знаки стоят одни». Ситуация изменится, уверяют специалисты компании «Ямал Автодор». На самых проблемных участках ремонт идет полным ходом. Разбитые плиты меняют на новые. Параллельно устраняют просадки. Материалов хватает. Пока сбоев нет. «На этот сезон у нас заложено в текучем содержании дороги, именно участка Карачаево-Куровск, 272 плиты – это замена. И около 300 плит – это перекладка плит. Плита снимается, подсыпается песок и обратно плита укладывается». Каждый этап работы на жестком контроле. Специалисты дирекции дорожного хозяйства ведут постоянный мониторинг ситуации. Пока претензий к исполнителям нет. Если недочеты появляются, их устраняют в рабочем порядке. «Справляются подрядные организации. В целом работают хорошо. Темп набран. Дорога в целом можно оценить пока. Есть отдельные участки, которые на троечку, но в основном на четыре. То, что дорога спроектирована третьей технической категории, она себя оправдывает. То есть со скоростью 80 км в час можно довольно-таки комфортно передвигаться». На участке от Карачаева до Нового Уренгоя ремонт начнется в ближайшее время. Правда, он будет ямочным. По словам специалистов, эта транспортная артерия хоть и далека от идеала, но находится в удовлетворительном состоянии. «Устранение просадок и ямочный ремонт начнется после первого числа. Мы будем брать в Уренгое, с Уренгоевского завода асфальт. А на следующей неделе уже приступим к фрезерованию. Будем вырезать просадки ямы под асфальт». Полностью закончить ремонт дорожники должны до конца сентября. Таковы условия контракта. А пока автолюбителям придется смириться с неудобствами и освежить в памяти некоторые пункты правил дорожного движения. В частности, выбирать безопасную скорость, исходя из дорожной обстановки и особенностей транспортного средства. Павел Прожогин, Давид Давидашвили, Служба новостей, Импульс.